От пациента. Двусторонний отит. Комсультативное заключение по представленным катетомограммам пациента 31 года. Дата исследования 3 октября 2024 года. Область исследования – височные кости. При компьютерной томографии правой и левой височной кости в аксиальной плоскости с последующим построением многоплоскостных реконструкций изображений сосцевидный отросток с обеих сторон пневматического типа строения. Также с обеих сторон до трети воздухоносных ячеек заполнены неоднородным содержимым. Объемных патологических образований наружного, среднего и внутреннего уха не определяется. Наружные и внутренние кортикальные слои сосцевидного отростка четкие, ровные, целость их не нарушена. С обеих сторон антральная клетка, устьи барабанной части и встахиевой трубы, барабанная полость воздушная. Барабанная полость обычного объема, стенки ее не истончены, с четкими контурами, эрозии не определяется. Слуховые косточки визуализируются отчетливо, прослеживаются на всем протяжении, анатомические соотношения в них не изменены, контуры их четкие, признаков деструктивных изменений не выявлено. Барабанная перепонка с обеих сторон утолщена, дефектов не обнаружено. Верхняя стенка верхнего полукружного канала не изменена. Патологических участков спангиоза по переднему контуру овального окна и поверхностям костных лабиринтов с обеих сторон не выявлено. Луковица еремной вены и сигмовидный синус обычного положения. Внутренние и наружные слуховые проходы не сужены. Костных травматических и деструктивных изменений не выявлено. Заключение КТ-картина двухстороннего мастейдита Рекомендована консультация лор-врача 12 октября 2024 года М.Н. доцент Котов М.А. Заключение не является окончательным диагнозом и должно оцениваться лечащим врачом вместе с результатами других исследований и клиническими данными. Комментарий врача-рентгенолога С обеих сторон, в воздухоносных ячейках сосцевидных отростков височных костей, скопление содержимого, по сути гноя, из-за которого все проблемы. Вам нужно клор-врачу, активно лечиться, так как не до конца вылеченный мастейдит, потом беспокоит длительное время. Продолжение следует... Продолжение следует...